Вот, эта пациентка обратилась ко мне с просьбой сечь рубец. У нее установлено за два месяца до обращения ко мне три имплантата. И после этой операции у нее возник очень сильный слизистомышечный тяж, вот такого рубцового характера. Обратите внимание, да, вот это белое посередине. И боли в его области не связаны вообще, такого не имплантологического совершенно характера. То есть они такие не характерные, они костные, то есть ни воспаления, ничего нет, а у нее все время болит и тянет. Мышечно она скорее такая тонусная, я бы ее назвала, среднего фенотипа, но с такими сжатыми челюстями. Хотя у нее хорошая санированная полость рта, все там прилично. Ну и по всей видимости вот произошло удаление зубов, ей поставили имплантат и получили какой-то вот такой неприятный результат. Доктор, который оставил, не смог с ней как-то сам справиться, отправил ее ко мне. И вот здесь вот мы решили провести установку формирователей Дисней одномоментно, ну чтобы ее не резать нескольких раз, улучшить всю ситуацию с применением твердой мозговой оболочки. Вот, обратите внимание, это вот Sony максимум, который мы можем вытянуть из этого третьего сегмента. То есть вот я понимаю, что видно, но, конечно, это не то качество, которое бы мне вот чисто фотографически хотелось бы. Язычно-максимальный разрез. Да? Здесь два вертикальных. Здесь будет совмещено две методики. Одна по палаче, увеличение предыгранной Дисней вестибулярной в области имплантатов. И вторая вот этот закрытый метод при вестибулопластике. Такая компиляция выйдет. Ну, я открыла. Немножко меня расстроил имплантат в позиции 35-го зуба. Ну, естественно, не удалять же его. Ну, мы установили формирователь Дисней. Лоскут мобилизован уже. Два вертикальных разреза. Резьбу я зачистила. И здесь язычное установить невозможно, да, потому что у нас там остается, как положено, по палаче, вот эта вот зона, которая будет заживать вторичным натяжением, межимплантная. Кого? Давайте я верну. О чем вопрос? Резьбу просто почистила. На кость. Это полнослойно. Мы же про полнослойную лоску с вами говорим. А бором, корчеткой, скеллером. Ну, я всегда с ультразвука начинаю. Вот вокруг я там все это наперфорировала. Здесь нет, здесь же импланты. А какой смысл? Он не работает на металле, он же как бы нет. Он только органику. Он же расщепляет органические вот эти вот жиры все. Он почему на корне так работает? Он же как протравка в этом, ну, в композиционном материале. Он такую же имеет. А здесь смысла нет. Понятно, что эта резьба, она уже инфицированная. Она и будет инфицированная. Вопрос чем? Если, да, поддерживать хороший уход, он все из них будет в порядке. Ну, а вот это все ушилось. Здесь, естественно, все это крестообразными швами прификсировалось. Но и по сути мы даже не получили такой зоны между имплантатами, которая вторичным натяжением будет заживать. То есть такой лоскут после истечения этого тяжа стал более мобильный, мягкий. И получилось так подзашить ее получше. Вестибулярно. Я ее вообще просто положила. А сверху прижала. Ну, и вот здесь видите. Да. А можно было? Можно. Можно еще поджать формирователь? Нельзя. Она там растворится и начнет гнить вниз. Вообще ничего не надо поджимать формирователя некогда. Это не парадонтологические методы. У нас только прижимают. И то с вами. То есть не пините, ничего. Просто коротко. Я не могу. Куда одевать? Вот. Я же сказала, что вам хочется нам пины продать. Я же была права с самого начала. Вот. Можно и мимо зайку выложить и раскрасить. Маленькие. Ну, это интересно зато. Долго. Знаете, надолго работы хватит. Это сантиметр того объема, да, на который мы работаем. Это специальная зендом фотография. Ну, как смогли мы. Сделали ее вот уже в ретракторе. Момент, тяж убрали. В процессе просто, когда вы отслаиваете. Вы отслаиваете? Почему вы его? Вы же, когда отслаиваете, он у вас уйдет, когда вы мобилизуете лоскут. Конечно. Нет. Мобилизация лоскута есть. Такое понятие. Все на практике. Мы не надрезаем надкосницу. Мы вообще не надрезаем надкосницу. Нигде. Вы видите. Мы с вами обсудим. Я покажу. Это просто стандартный вопрос. Мы не будем сейчас в него углубляться. Мы ее не растекаем, не растягиваем, не надрезаем. Все немножко по-другому происходит. Это снятие швов. Это две недели. Пациентка, к сожалению, уехала всегда на постоянное место жительства в другую страну. У нее хороший результат. У нее уже стоят... Ну, у нее ортопедия постоянная сделана. Вот. Мне хочется таких пациентов как-то долгосрочно наблюдать. Но не всегда это физически в наших теперь ситуациях возможно. Вот этот вот тяж между 35 и 36 остаточный. Почему он не страшный нам теперь? Даже... Ну, это просто очень сильно растянуто. Это чтобы вы понимали, что для того, чтобы проснять вот этот третий сегмент, там ретрактор чуть не к двери уводит ассистента, чтобы увидеть это. Почему он не страшный? Конечно, там есть теперь такой объем, что там вообще нечего бояться больше. Игорь, да? Да, да. Вот. Да. Да. Нет, не на всю. Не на всю. Вот не страшно было просто говорить за тема. А что мне бояться? Он сейчас кости обрастет там. А КТ нет? У меня нету последнего ее КТ, к сожалению. Я вам покажу. Я вам сегодня покажу клинический случай, в котором вы увидите, как эта кость выросла. С одним... Без кости, без ничего. Твердая мозговая оболочка имеет определенные особенности. Она превращается в то, куда ее поставили. Я пользуюсь к тому. Нет, не я пользуюсь. Да слушайте меня и отвечаю на ваш вопрос. Твердая мозговая оболочка, если мы ее ставим под надкосницу, становится не мягкой тканью, она становится костью. Я ответила на ваш вопрос. Там не держался бы никакой графт. Ни ауто, ни ауло, никакой. Это плоская поверхность с витками имплантат. Ну, технически, подумайте, что создать там еще больше дефект костный, чтобы уложить вот до этого из серии. Посмотрим, с вами. Достаточно. Достаточно, чтобы удерживать стабильный результат. И не создавать ситуацию переимплантитов. Есть вообще вот зоны, которые у меня ассистент обычно их все раскладывают по разным коробочкам. Одна это для мягких, это тут для костных, тут для парадонтальных. Они у нее все разделены по тонкости, по толщине. Да. Что? Эпины. Эпины, наверное, тоже, да. У меня их нет, слава богу. Я один раз в жизни попробовала, попользовалась. Ну, у нас ассилируйте на коллективе. Мы говорим о чем-то. Хорошо. Ну, мы не пользуемся. Пока. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Продолжение следует...